Занятия у ребят проходят в формате проектной работы. Школьники разделились на команды, в каждой из которых есть свой дизайнер, программист и конструктор. Они создают дизайн спутников и ракет, собирают модели на 3D-принтере и планируют провести условный запуск аппаратов в космос. Для каждой модели команды продумали космическую миссию и полезную нагрузку. Например, изучить поведение дрожжевых грибов в космосе или сфотографировать новую планету. Мы пока что не разрабатываем полностью спутники и ракеты, но мы разрабатываем их детали, которые потом будут распечатываться на 3D-принтере и использоваться. Меня очень привлекает космическая сфера тем, что она еще такая неизведанная, и само представление о том, что со всей Земли там бы бывали по факту единицы, это очень завораживает. Я занимаюсь тем, что конструирую модели спутников, а также собираю их. Очень интересные познаватели у нас, очень хорошие преподаватели, которые нам помогают. Наставниками для ребят стали представители Ракетно-космического центра «Прогресс» и корпорации Московский институт теплотехники, входящие в состав Роскосмоса. Три направления. Первое направление – конструкторы. Дети занимаются в компасе, создают непосредственно сборку кубсата. Второе – это у нас непосредственно исследователи, которые придумывают вместе со своими коллегами. Ну, скажем так, это главный человек, который говорит, вот это у нас миссия вот такая, мы ее исследуем. Кто-то добавляет исследования пожаров, глобального потепления, космоса. Кто чем гораз, так сказать. Вот. И программисты. Это уже бэкэнд. Школьники обязаны сейчас проходить проектную деятельность, очень сильно развиваться ее. И данная смена очень краски воодушевляет их на изучение исследования, на создание чего-то нового и реализацию этого. Мы проектируем спутники, моделируем детали, создаем презентации, а потом у нас будет конкурс, на котором мы будем это все представлять. В финале программы ребята представят модели спутников и ракет, а также план работы в космическом пространстве. Лучшие работы жюри отметят дипломами, которые можно вложить в портфолио абитуриента и использовать для получения дополнительных баллов при поступлении в ВУЗ. Анна Станкевич, Анапа. Регион.